Добрый ранец. 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 аллеи суседних краин. 11 мая у городе як Николе шматлюдна. Валентина Ройка, якая живе у Тюменской в области России, приезжая не первый год. День памяти Кирилла Туровского супадает с ее днем народжения. Лепший подарунок – махчимость наведать памятные мястины и поклониться святителю. Здесь очень природа красивая, здесь люди хорошие. Туров привабливает свою историю, свою спадщину и своей сучасностью. Тут зауседы мкнулись заховать самобытность. И зараз мясцовые жихары робят усёк, об Туров буйвядомы далёко за межами Беларуси. Туров – это город, хоть он самый небольшой, но он туристический объект. И это привлекает сюда паломников со всей республики. Люди сюда приезжают, они видят, что здесь происходит, посещают исторические места. Ну и многие передают это своим знакомым, своим друзьям, потом приезжают ещё сюда большими компаниями. Протягнула урочистости свято-духовной и народной музыки великодный фестиваль у Турови. Больше, как 9-1, со сцены гучали композицию в окананне Национального академичного оркестра Республики Беларусь имя Женовича, камерного хора Гумельской областной филармонии, вокальной группы «Чистый голос» и инших творчих коллективов. День памяти Кириллы Туровского свеча не того, что люди протягивают чиновать память выдатного освятника и письменника. Яго духовно-осветницкая спадшина для усяго исходнега славянства з'является символом яднанья народаум. Дмитрий Котов, Олеса Рудянкова, Сергей Лукашук, телерадиокампания Гумель, Стурова. Сегодня означается Международный день медицинской сестры. Фактично, его святкують уже больше, как 150 годов. Однако официйный он был заснованный в 1974 году. Датой святкования был обранный день народжения Флоренс Найнтингейл, женщина, которая организовала первую свете службу сестер милосерности. День медицинской сестры заснованный Амаль Паустагодзе тому. Прыкладна стольки ж гэты профессии отдала Раиса Дробышевская. Скончавши Гумельский державный медицинский колледж, яна пройшла працавать в областную детячую клиничную больницу и засталася до гэтага часу. Працовный день пачинается в 8 годин ранницы. За измену оказывает Дапамогу Амаль двум десяткам пациентов. Дарайче самому маленькому з'их часам ледь спауняется 10 суток. Кажа профессия складана и потребует добры сумленности. Однако яна в своем профессийном выборе за усе гэты гады ни разу не засумнявалася. Я очень люблю детей и поэтому я пошла учиться в медучилище. Когда с медучилищем мы пришли на практику в детскую больницу, то я решила, что я буду работать с детками. По следах Раиса Дробышевской пошла и ее дачка, якая зараз працует у этой же больницы. И в целом молодое поколение сёння охотно освоиваяся стрынскую справу. У Гомельским медицинским колледжи подчас минулогодней уступной кампании конкурс досягал 13 человек на место. Профессию я выбрала хорошую. Я буду помогать людям, нести добро, оказывать первую медицинскую помощь. В уголе сёння у Гомельским колледжи вучится амаль 700 студентов. 250 празднеякальки месяцев отримают дипломы и накируются у больницы и поликлиники. В целом же у Гомельской области зараз працуют больше 17 тысяч медицинских сестер. Ганна Ковалёва, Валера Хапанько, телерадио кампания «Гомель». Выхованцы студии циркового мастатства «Арена» заняли первое место на международном фестивале конкурсе по гимнастыце имя народной артистки РСФСР Раисы Нямчинской. Конкурс проходил в Москве. У им приняли удел лепшие гимнасты и артисты цирка из России, Беларуси и Израиля. Подробности в сюжете корреспондента у телеканала «Мазир». Для Андрея Деяны Сетник фестиваль конкурсу Москве усяго другий в житті. Дебют мазирских артистов цирка отбився год тому у Архангельску. При этом брат и сестра займаются у арене уже 7 годов. Выступают Андрея Деяна у одним из самых складанных, а тому и редких цирковых жанров поветренной гимнастицы. Долгий час юные артисты отточывали майстерство и набиралися сил. Сам же номер рыхтовали 4 годы. И вось старанні и мытанакерованность у черговый раз принесли свой плен. Наши дети показали себя с самой лучшей стороны. Честно говоря, не ожидали, что действительно такие результаты на большой высоте работали. Высота была 16 метров. Очень сильно переживали. Молодцы, отработали великолепно. Результат, конечно, сам за себя говорит. Мы получили первое место. Золото, что это, конечно, для нашей студии, для нашего центра. Ну и для нашей страны, что на таком серьезном мероприятии выступить и получить признание Союза цирковых деятелей России – это для нас очень важно. Оценивало выступление у дельников профессийная журы Чагу Варта только одно имя. Старшиней судейской комиссии был народный артист РСФСР, керавник Союза цирковых деятелей России Эмиль Кио. Мазырани представляли не только свой центр, а и всю Беларусь. И годно вытремали жесткую конкуренцию. Поспех ребят у Арыня планируют замацовать. Уже летом Мазырани примут удел у международном фестиваля конкурсе у Киеве. Илона Шавловская, Вячеслав Прыписно, телеканал Мазыр. Специально для телерадио компании «Гомель». Супрацовники Держаутоинспекции провели доброчинную акцию для пациентов детячого отделения Гомельской областной клиничной больницы. Мероприемство было накеровано на профилактику дорожно-транспортных здарений до акции так само долучились работники «Гомель Энерго» и коллективы городских установ адукации. С початку года в регионе отбылось 12 дорожно-транспортных здарений, у которых 12 неполнолетних отримали травмы разной ступени тяжкости и один загинул. На думку супрацовников ДАИ, подобные встречи с юными удельниками дорожного руху приносят плен. Дети уважливо слухают парады инспекторов, далее им пропонуют викторину, подчас якой они могут продемонстровать свои веды. До дела у акции у областную больницу так само запросили батьков маленьких пациентов. Им нагадали об отказности за здоровье и життё детей. У Гомели сегодня начнутся республиканские споборниства по юнацким шматборьи. Гомельскую область будут представлять три команды. Споборничать будут юные мотоциклисты из всей краины в детячем городке спортивно-технических видов спорту. На передании республиканских споборництвов тут отбылись и областные. Шесть команд спочатку сдавали за лик на ведание правил дорожного руху. Потом яны вышли на трассу, где показали своё майстерство на практице. Маршрут включал 10 практикованнёв. Сгодно с умовами споборництвов на их выполнение отводилось полторы хвилины. Треба значить, что в середу дельника было немало девчат. У вынику первое место заняли юные мотоаматеры Гомельского центра додатковой эдукации детей и молодых. На другом месте команда из Добружского района замкнули тройку призёров мотоциклисты из Рогачёва. Миновата, эти три команды будут отстоивать гонор Гомельской области на республиканских споборництвах. И это была пошня информация нашего выпуску. У студии працавала Наталья Игнатенко. Мы жадаем вам только добрых новинов и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин